здравствуйте дорогие друзья у нас недельная глава шмини вторник знаете есть такой закон что сначала надо что-то делать самому а потом уже верить то что все решается на небе так написано и так было с давних времен прежде чем попросить небо надо самому сделать все что возможно написано что пророк или ягу на горе кормель не стал молиться чтобы с неба спустился огонь пока не построил жертвенник потом он зарезал быка потом разложил полень и вылил на них целые кувшины воды чтобы они заполнили все углубления и после этого только помолился об огне с небес и огонь пришел и илья был уверен что его поведение абсолютно правильно и так начинается наша недельная глава и приблизилась вся община и встала перед богом люди были уверены что поскольку мешкан возведен жертвенник готов а дрова разложены на нем значит небо обязательно сойдет огонь и послушать знаком явления шхиды тогда можно будет проносить жертву возлагать их там и так далее но машер а бейну говорит им другое нет уж сделаем иначе что он им говорит что приказал бог сделайте сначала принесите жертвы сначала окропите жертвенник положите на него жир и тогда явится вам огонь и спустится с неба и писание нам рассказывает что так все кто надеялись получить свыше помощь они сперва сначала делали свое дело мы знаем историю нахшона бенадав который зашел в море и тогда она раздвинулась и так далее целем давидом сельяву лишь после этого него достойлись чудо когда сделали все так и мы сегодня мы должны все сделать что она от нас зависит а потом рассчитывать на чудо знаете вообще вот все время написано было я не понимал этого никогда раньше кабале написано нашей традиции это всегда что безудержное веселье в период когда храм разрушен ведет к бедам и войнам всегда говорилось что бог как бы сказал мой дом разрушена вы веселитесь и даже не вспоминаете о нем поэтому существует традиция например что при любом празднике надо чуть-чуть траура раньше оставляли это не сильно прижился этот такой кусочек стены не доделанный меня штукатуренный в доме но все знают например историю стакан под хупой разбивают кстати все говорят что это в память о храме но я мало кто знает эту историю я ее немножечко вам расскажу вот один из обычаев связанных с разрушением храмом еврейской традиции это разбитый свадебный стакан который жених разбивает каблуком на глаза всех гостей во время церемонии кедушин под хупой теоретически это тяжелый и грустный обычный практически все по-другому наступает разбивает стакан казалось бы вещь такая странная все кричат мазал то в мазал то ведь процесс завершен братка сочетание состоялось и можно праздновать угощаться танцевать немножко странно не находите в талмуде не сказано о том что на еврейской свадьбе должен разбиваться стакан не в одном законе такая традиция установилась после одного случая люди праздновали веселую шумную праздник радостные голоса топа огромная свадьба мимо шел один великий мудрец увидел это безудержное веселье вспомнил закон по которому всегда надо помнить о храме схватил какую-то в торгующую вазу которая стояла и с размаху бросила на пол осколки брызнули во все стороны люди замерли потом притихли веселье было дальше но не такое бесшабашное мудрецы постановили что вот в момент такого всплеска чтобы у неба не было ну если хотите ревности такой надо именно это делать поэтому вот такое событие обычай стал традицией но еще одному научили нас мудрецы любые неприятности это искупление наших провинностей я вам расскажу немножко другую каполистическую форму разбитого стакана я расскажу виде маленькой притчи за ужином один из гостей разбил стакан к счастью все говорят к счастью но вы знаете как тут разбивать счастью к счастью а почему это считается хорошей приметой стакана нет быть может это старинный способ сделать так чтобы неловкий гость не смущался когда разбился тоже вариант раввин говорит нет я вам расскажу это объяснение в иудаизме считается что каждому человеку отпущена какая-то некая вот такая фиксированная доля счастья в жизни которую он расходует на протяжении всей своей жизни на земле он может растратить ее впустую а может плюс приумножить при условии что будет использоваться только на то что ему действительно нужно они на лотерею там или еще что-то мы говорим к счастью когда что-нибудь бьется но у нас это значит следующее так хорошо что ты не растратил свою удачу не обратил ее на то что к примеру стакан упав не разбился теперь ты можешь использовать удачу для более важного понимаете все абсолютно к счастью вот что нам говорится в этой старой мудрой притчи но еще одно хочу сказать то что переднее стекло машины вот кто видит автомобиль там всегда такое большое а зеркальце заднего вида такое маленькое почему это это потому что наше прошлое менее важно чем наше будущее стало быть надо смотреть вперед не останавливаться и верить что все к лучшему мазал тоф когда разбивается стакан мазал тоф когда что-то происходит да хотелось бы иначе но мы не в наших руках это в наших руках только сказать мазал тоф и верить что все впереди все хорошее только хорошее брахавы от слаха всего самого лучшего